Девушка, которую избил супруг во время ссоры, а затем объявил сбор на лечение, призналась, что не писала заявление в полицию. Она побоялась разрушить семью. Ее супруг своей вины не отрицает и надеется, что жена его сможет простить. Потому что я волнуюсь. Ну, это мой первый мужчина, я настолько его любила. Я ему все прощала и хотела сохранить семью. На федеральном канале Дарья рассказала, что если уйдет от супруга, то просто останется без средств к существованию. Потому что я, наверное, тоже завижу от этого человека, я инвалид. Если вы инвалид, так и пользуйтесь. Что я никому не нужна буду, что мне некуда идти. Гости зала умоляли девушку одуматься и написать заявление на супруга, но та решение так и не приняла. Анатолий уверяет, что вину признал и очень раскаивается. Я не знаю, как бы я вообще на твоем месте сам. Ну, если бы я был на твоем месте, как я поступил, я не знаю. Ну, надеюсь, что ты попростишь меня. По роковой случайности я не в трезвом состоянии. Куда я удашу? И она получила черепно-мозговую травму, повлекшую за собой тяжелые последствия. Лобная эпилепсия. Я очень сожалею и искренне раскаюсь о том, что сделал. Напомним, в начале апреля такое сообщение мужчина опубликовал в группе ВКонтакте. Тем временем на странице самой женщины опубликованы выписка из истории болезни и счет из испанской клиники. Ведь именно на поездку за границу и собирают деньги. Пользователи соцсетей удивились такому поведению супруга. Теперь девушке предстоит решить, сохранить брак или нет, и обратиться к служителям закона.